Это нелегальный перевозчик микроавтобуса, который ходит по маршруту Барнаул-Калманка. За раз он набрал порядка 10 пассажиров, и это только на одной точке. Нелегалы захватили рынок межмуниципальных перевозок месяц назад, рассказывает Виталий, директор транспортной компании. Она обслуживает 5 маршрутов, и по каждому из них, помимо ее автобусов, курсирует и транспорт конкурентов. Пассажиропоток на регулярных рейсах падает, и, соответственно, становится невыгодным обслуживать эти маршруты. Схема у нелегалов незамудренная, но вполне действенная. Создают чат в мессенджеры, куда приглашают пассажиров. Там оповещают их о том, когда будет рейс. Как правило, за 10-15 минут до того, как к точке отправки подъедет маршрутка официального перевозчика. Он идет впереди меня, минуток в десяти. Потом я его или догоняю, или просто я знаю, что сообщения приходят, пишут люди, что машина идет спереди. За месяц, говорит Виталий, доход компании упал в несколько раз. Если так продолжится и дальше, деятельность по перевозке и вовсе придется свернуть, жалуется директор. Налоги, заработная плата водителей, содержание автобусов, все как полагается. Пока точных цифр нет, но уже факт налицо, уже есть возможные убытки. Выслушать доводы второй стороны не удалось. На звонки не отвечают, от камеры уворачиваются. И пока избегают они каких-либо санкций от стороны надзорных ведомств. А между тем, официальный перевозчик обратился с жалобами в администрацию и прокуратуру района, а также Министерство транспорта края. Последним отправили запрос и мы. Из ответа на него, очевидно, пока лишь одно. На рынке перевозок проходят проверки. На регулярной основе проводятся выездные мероприятия по выявлению и пресечению незаконной деятельности легкового такси на территории города Барнаула. Согласно утвержденного план-графика, профилактические мероприятия проходят один-два раза в неделю на территории Барнаула, а также предусмотрены выездные мероприятия по крупным городам и селам Алтайского края. Но что и когда будет по итогам этих проверок, а разъяснений пока нам не дали. По закону за нелегальную перевозку пассажиров могут выписать штраф от 3 до 30 тысяч рублей. Но остановит ли неофициальных перевозчиков штраф, когда ежедневный доход превышает его размер в несколько раз? Остается надеяться, что в ситуацию вмешаются и другие надзорные органы. Мы, как и Виталий, ждем ответа от прокуратуры. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.